В Дальневосточной столице состоялось долгожданное культурное событие. В стенах Мариинского театра открыли первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль. В рамках проекта публика увидит лучшие мировые постановки коллективов из восьми стран мира. Я считаю, что театральный фестиваль – это открытие, это вообще здорово для города, это очень нужное и полезное мероприятие. В Владивостоке живет очень хорошая, культурная, развитая публика. Плюс, если вы обратите внимание, здесь много детей, много подростков. Все ходят, даже мои знакомые, муж, жена и двое детей. Они все идут, в частности, сегодня на спектакль. Открыл фестиваль спектакль японского режиссера с мировым именем Сатоси Мияги. Японские артисты привезли одну из своих самых известных постановок – спектакль «Нала-Чаритам» по мотивам древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Это другая культура и чужой язык, но, по словам режиссера, бояться этого приморскому зрителю не стоит. В театре есть такой чудесный момент, когда стена непонимания других слов исчезает между теми, кто на сцене, и теми, кто в зале. И, судя по раскупленным билетам, владивостокская публика давно готова к чему-то аутентичному. Мне интересно само произведение «Махабхарата». Ну, скорее всего, в такой постановке японского режиссера, мне представляется, это что-то такое совершенно феерическое. Хотелось посмотреть театр другой страны. Не видела ни разу. Хотелось попасть на южнокорейский. Ну, такая возможность выпала. Решила воспользоваться. Потому что всегда интересна чужая, другая культура. Индийская «Махабхарата», которую поставили японцы, не знаю, будут элементы кабуки, но это, наверное, как полный такой сюрр. Это интересно. Но это правда, это очень, очень... Это то, чего вот я, живя в Европе, не имею возможности посмотреть. Поэтому мы здесь. Спасибо Владивостоку. Спасибо организаторам. Нала-Чаритам. История любви между царем Нала и принцессой Дамаянти. Режиссер перенес сюжет из Древней Индии в Японию. Семейное счастье супругов разрушает завистливый демон. И чтобы влюбленные снова были вместе, им приходится в одиночку преодолевать немало трудностей. В спектакле заняты 25 актеров-танцоров, оркестр и рассказчик, который вовлекает зрителя в историю. Все персонажи действия в белоснежных костюмах словно вырезаны из рисовой бумаги. В этой постановке режиссер смешал традиционные японские театральные жанры. Кабуки, бумажный театр Камешибай. И, казалось бы, такой коктейль мог понравиться только профессионалам. Но овации в конце спектакля говорят обратное. Мне понравились просто костюмы, мне понравилось то, что, да, спектакль отличается от того, к чему мы привыкли, от классического прочтения. Очень необычный спектакль. Очень такое сочетание всяких разных элементов, очень красиво нам еще понравился. И оркестр просто, мне даже слов не надо описать вообще, насколько это красиво. Мне очень понравилась, конечно, музыка, барабаны японские, танцы с элементами кабуки. Ну, очень понравилось, да. Красочно, ярко, да. Ну, необычно, во-первых. Во-вторых, очень приятно было, что русский язык добавили. Мне спектакль безумно понравился. Это первый спектакль в исполнении японских актеров, которые я видел в своей жизни. Эмоции на самом деле переполняют. Это их игра, эти костюмы, но они бесподобные. Я очень зарядился этими эмоциями, которые они передали на сцене. Особенно люди, которые исполняли музыку, с каким пылом они это делали. Это было очень здорово. Фестиваль продлится до 9 октября. Впереди постановки коллективов из Армении, Грузии, Аргентины, Швейцарии, Южной Кореи и других стран. А также в рамках образовательной программы мастер-классы от артистов и знакомства с известными режиссерами. Алина Черненко, Анастасия Лихман. Новости на Восьмом.